Всем привет, дорогие друзья, это Тимыч, и мы продолжаем с вами смотреть играбельный тизер потенциального ремейка Готики Господа. Итак, у меня сегодня довольно интересное видео, почему я решил записать отдельное видео по этому ремейку. Вроде казалось бы, всё, что могли мы посмотреть, всё, что я мог вам показать, я показал на стриме, но тут всплыли ещё некоторые интересные нюансы. Во-первых, во-первых, помните, когда мы играли, мне казалось, ну, довольно неестественным то, что игра какая-то больно пёстрая, освещение тут прям такое, знаете, атмосфера, в общем, от этой пёстрости и освещение негутишное. Так вот, видите, да, картинку сейчас, как она выглядит? Очень такая dark. И знаете чё, как я добился такой картинки, оказывается, надо просто было тупо понизить настройки двух параметров. Во-первых, это всё вот тут вот в графике, то есть вам надо снизить сглаживание до среднего и постпроцессинг до среднего. Вот, и тогда картинка прямо станет, ну, реально максимально приближенной к тому, что мы видели. Вот, я сейчас врубил, собственно, постпроцессинг на среднее и сглаживание тоже. Конечно, может быть, картинка не такая чёткая, да, стала, но, мне кажется, в общем и целом, да, из-за постпроцессинга, оказывается, постпроцессинг делает картинку очень такой светлой, засветлённой, вот. И если до среднего поставить, то очень всё даже вот так вот круто. А можно даже сейчас сравнить. Делаем сглаживание постпроцессинг на высокое, да. И вот вам результат, да, сразу постпроцессинг и как будто вообще другая игра. Давайте ещё раз сравним, вырубаем постпроцессинг. То есть с постпроцессингом это прямо какой-то Скайрим или Ведьмак, да. Вырубаем постпроцессинг. Я не знаю, почему так, типа, постпроцессинг, блин. Видите, сразу всё стало более омраченным, более... да и даже более естественным, что ли. Поэтому всё, забираю свои слова обратно. То есть, как бы, просто надо было постпроцессинг на среднее поставить. Я просто говорил, что как-то не очень в стиле готики, да, вот это вот всё выглядит. Оказывается, во всём был виноват постпроцессинг, господа, постпроцессинг. А если вообще на низкое поставить, мне уже интересно стало. Тут уже особой разницы не видно, но мне кажется, что на низком тоже больно всё как-то светло. Вот, а на среднем самое то, да. Короче, играйте, на постпроцессинге средний будет вам честь. Ну, это ладно, это было лирическое отступление. А теперь, собственно, то, ради чего я сделал это видео, господа. Итак, я думаю, многие со мной согласятся, что, как бы, пространства-то было не так уж и много для исследования. И демка закончилась прямо на самом интересном месте. То есть, на месте, где мы должны были выходить в старый лагерь по дорожке. Но, друзья, оказывается, 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 тички Барселона сделала нам подарок. Дело в том, что тут есть читы, и вы, наверное, понимаете, какой чит здесь самый главный. И какой чит нам поможет сегодня выйти даже за пределы демки. И, собственно, посмотреть пространство за пределами этой самой демки. Короче. Давайте зайдём в самое начало, чтобы прям очень подробно карту обглядеть, обсмотреть. Я думаю, сейчас многие алды сейчас просто будут орать от кайфа, да, от того, что оказывается... Знаете что? Давайте нажмём инвентарь, мы переходим на... Ох, у нас перс чёрный. Но не суть. Переходим на статистику персонажа. И, друзья, знаете мы, что введём здесь? Вы всё правильно поняли. Мы вводим... Марвин. Тест мод activated, господа. Да, эти испанцы знают, они в теме. Короче. Мы активировали чит. Идём обратно в игру. И теперь наша знаменитая клавиша... Так, это F2. А вот и наша знаменитая клавиша F8, господа. Да, режим свободной камеры. Тут, правда, персонаж не прыгает, да, не летает. Но при нажатии клавиши F8... У нас появляется режим свободной камеры. И мы можем обследовать абсолютно всё, что угодно. Вот он, наш главный герой. Но не знаю. Короче, давайте для начала мы, наверное, посмотрим обстоятельно, обсмотрим начальную локацию. То есть, откуда мы появились. Я даже не знаю, может быть, постпроцессинг всё-таки врубить светлый, потому что будет больше всего видно. На среднем тут постпроцессинг как-то всё темно. Но, в принципе, если отлететь чуть подальше на более дальнее такое расстояние, то, в принципе, неплохо. Итак, посмотрите, короче говоря, на подъёмник. Давайте мы взлетим прямо на самый верх. Потому что тут очень интересно, помните, там была начальная сцена, как персонаж летел вниз, да? И там что-то всё взрывалось вот так вот по-голливудски. Вот, короче, на самом верху, за облачками, мы видим вот зависшие в воздухе, собственно, деревяшки, опилки и всё в этом духе. Да-да, друзья. Благодаря режиму свободной камеры мы можем это всё обстоятельно посмотреть, посмотреть. Вот у нас, собственно, водопадик. Очень всё круто. А вот, кстати говоря, барьер. Кстати, барьер мне нравится, как тут сделан барьер, очень прям круто. Можно выйти за пределы. И, короче говоря, вот тут даже небольшая, небольшая часть земли есть. Мы обязательно ещё дальше сейчас обглядим, посмотрим вообще всю карту. Но вот такой вот барьер у нас. Ещё раз повторюсь, мне очень нравится, как он сделан. Прямо такая очень массивная сфера. Ладно, возвращаемся обратно. Вот, абсолютно любой может точно так же зайти в инвентарь на характеристики персонажа, ввести Марвин и всё. Режим, собственно, щита будет активирован. И клавиша F8, само собой. Это знаменитая наша клавиша F8. Так, ну мы тут с вами, кстати, были. Помните, тут на нас типа волчки напали. Точнее, мы на волчков. Стопай. Вот тут вот я, кстати, не был. Или был. Сейчас посмотрим всё. Что-то, ребят, действительно, я как-то не узнаю это место. Еруда тут. Так, вот это мы чё-то проглядели на стриме. Хотя... А, нет, всё верно. Вроде мы тут были. Это, короче, да, то место, где тусил у нас Диего. Да. Тут просто ещё один путь типа есть. Альтернативный. Ну я просто не помню, чтоб я им воспользовался, да. Но так тоже можно. Короче, ладно, давайте дальше лететь с камерой. Там, кстати, ещё вот тут вот есть, оказывается, вот такая лесенка. Которую, наверное, можно пройтись. Красивые виды открываются, на самом деле. А, тут уже херов. Так, ну тут мы через текстуру проваливаемся. Ладно, давайте дальше обсматривать. Следующая наша точка, это амфитеатр, да. Её, кстати, он очень красиво выполнен. И я только после режима свободной камеры обнаружил, что... Короче, здесь у нас, получается, скульптура какого-то демона, да, получается. То ли это... Я даже не знаю, что это за демон. Белиар, что ли, сам, или... Кто это вообще? На Белиара как-то не похоже. Это какая-то... Или какой-то демон, да, скорее всего. Но, в целом, конечно, очень эпично, очень красиво. Мне просто, когда мы стримили, да, мне показалось, что это что-то бесформенное. А тут очень даже... Очень даже неплохо. Так, ладно, следующее, на что мы остановимся... Остановится наш взгляд. Помните, короче, вот это вот место, да, вот эта локация, откуда Диего стрелял из лука. Так вот, тот самый прикол. Короче, смотрите, тут есть, собственно, сами цели. А если повернуть вот так вот в сторону, да, то... Можно заметить, как... Тут нет текстуры, и камни просто висят, типа, в воздухе. Но, типа, мы... Этих недоработок не видим, потому что... Во-первых, тут туман. А во-вторых, мы, вот, типа, дальше вот этой зоны банально тупо не сможем посмотреть. Что, например, внизу. Ну, это вот такие геймдизайнерские уловки, и смотрятся они очень прикольно. Так, ладно, идём дальше. Ну, это, собственно, знак Беллера сам. Тут тоже пусто. Так, проходим по вот этому всему подземелью. Тут охранники встречают нас с вами. Тут мы тоже были. Ну, это местность, эту местность мы уже знаем, само собой. Так, можно глянуть за текстурой. Ещё здесь. Здесь них... Здесь нихрена нет. Через какую-то щель я вышел. Ну, да, тут ничего нет. Собственно, вот это место тут, где мы потушили факел. Это уже почти в конце демки. Здесь, соответственно, такая полянка-равнинка, где эти снайперы тусили. Интересно, вот это вот место. Типа, тут оборванный мост. И, ну, типа, в самой демке мы не смогли пройти вон туда вот. Но мы можем перелететь в режиме свободной камеры. Тут, правда, тоже ничего нет. Но, тем не менее, можем посмотреть, да, как-то пощупать визуально. Вот эти развалины. Тут, кстати, по идее, где-то должен... Должны быть... В оригинальной Готике были развалины, где Юнитор, короче, был, да. Но здесь мы ничего не видим. Тут это не реализовали. Тут просто горы, горы и еще раз горы. Никаких... Развалин с Юниторами тут нет. Тут просто горы. Вот где-то тут они должны были быть. Ладно, я просто все откладываю на потом. Самое интересное, да, потому что я понимаю, что все хотят посмотреть, собственно, на старый лагерь, ребят. Но, погодите, сейчас все будет. Не торопитесь, что называется. Не торопитесь. Вот он, старый лагерь этот. Так, все, я уж сам запутался, блин. Чем, чем, блин, да... Все, я уже что-то заплутал. Да, вот, все, мы здесь, мы здесь. Короче, идем по этой тропинке. И вот здесь мы, собственно говоря, на всем остановились. Вот тут нас вот этот вот, по-моему, новый буллет, что ли, встречал, да? Ну, а теперь мы можем тупо перелететь через него. И, да, старая знакомая тропиночка, ребят. Правда, сейчас вы поймете, почему демка тут закончилась. Потому что, ну, собственно, точнее, трейлер, да? Тизер-трейлер играбельный. Дальше они уже пространство не стали делать. Но мы можем посмотреть, да? То есть, небольшой остаток вот этой вот тропинки, который тут. По идее, там дорожка должна еще вниз идти. И тут должны быть чуваки из нового лагеря 2, да? Тут где-то должны пастись эти падальщики. Само собой, тут ничего нет. Просто голое поле. Вот тут, если пойти наверх, тут должна была быть дорожка. Если завернуть направо, тут бандиты должны были быть. Тут тоже один из юниторов и тролль. Но, опять же, тут вот этого всего ничего нет. За то, что очень забавно, опять же, мы выходим вот на эту дорожку с вот этой вот локации, да, где Диего стрелял в цель. Очень забавно. Вот. Немного расширили локацию, получается. А вообще, что очень интересно, тут же должна была быть речка. И она тут, в принципе, есть, но она тоже недоделанная. То есть, река у нас начинается вот здесь, хотя должна была вот так вот, типа, через лес течь, но, опять же, ее тут нету. Кстати, вот это место тоже прям один в один сделано, да. Помните, вот эти скалы, где еще домик Хармонина был. Где-то в этих местах. Там дальше болотный лагерь и все в этом духе. Ну, короче, ладно, не буду вас томить, господа. Заходим на территорию старого лагеря. Ребята. Сразу скажу, тут никого нет, он пустой абсолютно. Ну, так как этот трейлер, он не подразумевал, что мы сюда вообще зайдем, да, но, тем не менее, благодаря счету, можем зайти. Итак, господа, старый лагерь. Прошу любить и жаловаться. Вот он он. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Может, посмотреть даже, насколько скрупулезно решили Тички у Барселона воспроизвести расположение домов. Практически один в один. Единственное, что, вот тут вот должна была быть бочка, по-моему, где можно было спрятаться. Тут этой бочки нет. Ну, ладно, я не буду уж придираться. А еще тут должна была быть, вот тут, по-моему, не должны были быть домушки, да, дома. А, тут, по-моему, зона для выступлений должна была быть. Вот здесь, по-моему, на лавочке наш Диего должен был сидеть, да. Вот, и давайте смотреть. Тут вот горн должен был стоять, и все в этом духе. Посмотрим. Вот у нас, собственно, внешнее кольцо такое. Тут у нас где-то должен был Снав варить, повар и мат. Вот этот долбанный. Вот это вот жилище Фингерса. Пальчики. А, свет. Мои глаза разъедает. Так, здесь должна была быть арена, но это и арены нет, само собой. Потому что, ну, а что, типа, ее делать, если толк от всего этого. Если все равно это все неиграбельно. Тут даже очень интересны, какие-то новые построения, да, потому что вот этих вот, типа, ворот или что-то такое не было, да, в оригинальном старом лагере. стену, вот этих вот. Но вот здесь они есть. Упавшая башня, по-моему. Или нет? А, нет, она тут еще нормальная, кстати. Обращу ваше внимание также на довольно качественные текстуры. Прям очень четкие. Очень четкие. Вот где-то здесь южные ворота должны быть. Ох, вот тут вот прям как-то все очень засвечено. Тут явно видно, что зона вот эта вот, она полностью не сделана. Тут, по-моему, должны были тоже эти призраки, типа, сидеть. И тут должен был быть костер с болотником, там, типа, с кор каким-то там, я не помню. Или горная. Ну, короче, там, типа, пара представителей болотного лагеря должны быть. А, сам замок, собственно. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь тоже все не доделано. Тут даже скажу больше, тут косяки с мешами. То есть, внутреннее убранство, например, замков тут вообще оно не сделано никак. То есть, чисто модельки, да, вот, внешне, внутри ничего нет. А тут вообще меж, как-то, с земли они проваливаются еще вниз. И мы можем видеть вот такие вот графические глюки, да, то есть, как бы, с одной стороны вот мы, типа, как бы тут. И одновременно с этим потом как-то проваливаемся вниз. Ну, вы поняли, короче. Ну, вот такой вот он старый лагерь. Ну, тем не менее, довольно узнаваемо, хочу сказать. Довольно узнаваемо все. Ну, вот всегда хотел посмотреть, что тут происходит вот на этой башне, на самой высокой. Теперь я могу это сделать. Молодцы, да, же, несмотря на то, что эта территория недоступна официально, да. Тем не менее, ребята смоделировали максимально ну, типа, не то, что идентично, но максимально близко, да, к оригиналу. За что вам респект, ребят. Даже вот эту башню сделали, я помню, тут, по-моему, где-то недалеко хижина Кавалорна должна была быть, но тут, само собой, ни о какой хижине речи не идет. И тут вот эта вот башенка была. Там, по-моему, если еще сюда зайти, тут такой мостик типа каменный, что ли, было, и там был сундучок с обычным хабаром. А там новый логерь. Ну, ладно, давайте сейчас еще покружим, я покажу вам основные моменты тут. Следующая локация, это, как вы видите, башня Ксардос. Оказывается, в этом играбельном птицере и башню Ксардоса тоже сделали. Давайте подлетим поближе. Само собой, расположение ее не очень верно, мне кажется, она должна была быть еще чуть подальше, чем тут. Но, тем не менее, тоже посмотрим, как она выглядит. Ну, прям, прям молодцы. Смоделировали с оригинала. Все очень круто. Само собой, внутрь нельзя попасть, тут ничего нет, тут пустая. Но, в целом, довольно похоже. В принципе, окей ушки. Вот так вот она выглядит. Вот она, красавица. Ну, вообще, вот если так посмотреть, мне кажется, что вот это пространство, да, доступное, оно, мне кажется, даже расширено. Мне кажется, оригинал даже поменьше был. Тут видно, что пространство даже еще больше выходит. Так, ладно, теперь летим в сторону болотного лагеря, посмотрим, есть ли он там или нет. Короче, нам сюда. вот это вот знаменитый лес. Тут еще где-то Маракорис, короче, отдыхал. Ох, нас сожрать полностью. Так, ну, как мы видим, тут вообще что-то пустое. Тут еще есть башня туманов, должна была быть, ее тут, само собой, тоже нет. Да, к сожалению, болотного, лагерь болотного братства здесь не сделали, не запилили. Тут где-то кладбище орков должно быть, его тут тоже нет. Но, в целом, еще раз повторюсь, очень, тем не менее, интересно, несмотря на то, что тут все пусто и типа как ни хрена нет, но можно примерно представить общие масштабы, да, и объемы, которые могут быть. и это вселяет определенную надежду, определенную радость. Ну, что, теперь давайте посмотрим территорию нового лагеря, ну, гипотетического, да, потому что его, скорее всего, тоже не сделали. Вот тут, короче, должна была быть речушка, ее тут нет. вот здесь, по-моему, должен быть, точнее, должна быть старая шахта. Вот, кстати, помните, был раньше, я делал видео про вырезанный контент оригинальной готики, тут вот тропа типа должна была быть и в Альфе первой готики самой она была. и видите, самый прикол в том, что меж земли вот этого вот террейна, он, в принципе, подразумевает то, что тут ну, типа, реально должна была быть дорога и альтернативный путь в колонию. И я так смотрю, ребята тоже так решили, что в принципе, да, вот этот вот перешейк вполне логично сделать здесь землю. ну, прям тропинку. Вот, поэтому, как бы, вот такие дела. Может быть, они это сделают. Так. Ну, и где-то здесь, по идее, должен быть новый лагерь. Мне кажется, это либо тут, либо вот там вот. Но, тут опять же пусто. Да, тут пустырь. Но, опять же, место, место прямо для нового лагеря. я даже так узнаю. Ну, вот тут, в принципе, он тоже вполне может быть. Хотя, это больше похоже на такую, знаете, горную цепь, как когда вот из нового лагеря, да, тут там была такая горная дорожка, которая тебя выводит на землю орков, короче. Вот. И мне кажется, вот эти, вот эта горная цепь, она прям очень подходит для, на вот этой вот дорожке. Вот. Что у нас тут еще интересного? Еще просто с вами пролетаем пока. Ну, в принципе, как бы и все, наверное. Я уже просто перед этим тоже немного полетал, посмотрел, ничего, в принципе, тут сверхъестественного нет так-то. А здесь вот землю орков, по-моему, уже должны быть географически типа схожи. Давайте, может быть, внутрь текстур провалимся. Вдруг какие-нибудь пасхалки у нас есть. На пасхалке я не вижу и, скорее всего, тут ничего нет. Просто хреново знает вдруг все-таки что-нибудь найдется. Но нет, пасхалки я не вижу. Ну, короче, как-то так, господа. Как-то так. Ну, опять же, в общем и целом, ну, вот видите, какой масштабный мир получился? Это я еще даже за барьера не успел выйти. Мне кажется, суммарно здесь колония, блин, поболее будет, чем в оригинальном первом гатоне. Как-то по масштабам кажется так. Хотя, может быть, это мне только так кажется. Но, как вы видите, вид просто завораживающий. Все-таки Unreal Engine 4 могет, могет, действительно. Хотя, довольно хайповый движок так-то. Ну, и на него можно сделать что-то похожее на Готику. Оказывается. Так, ладно, давайте сейчас выйдем за пределы барьера, чтобы оценить. Вот она, это наша сферка. Вот она, это наша колония. Тут даже немного территория настолько большая, что не вместилась в барьер. Мы с вами вообще где-то далеко-далеко где облака. Да, в общем, вот такой прикол, вот такая, не знаю уж, пасхалка, не пасхалка, да, типа, думайте как хотите, но это, мне кажется, специально разрабами оставлено было. И очень забавно, что активируется вот этот вот чить-мод так же, как и в оригинальной Готике, то есть мы заходим в поле характеристик персонажа, жмем, точнее, прописываем Марвин, выходим из менюшки персонажа и все, собственно, клавиши F доступны нам и, собственно, F8 нажимаем и можем летать по вот этому вот пространству где угодно. Вот, поэтому тоже примите на вооружение, полетайте вдоволь, может быть, что-нибудь интересное найдете, то, что не нашел я, кто его знает. Вот, так что это тоже имейте в виду, господа. Ну, вот, собственно говоря, еще одна интересность, которую я вам показал, поэтому, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, комментируйте, и, собственно, всем спасибо за просмотр, с вами был Темыч, всем пока, и нажмем кулачки все-таки за то, чтобы все-таки ремейку быть. на меня, знаете, там, в комментариях под стримом вот, предыдущим сейчас комменты скопились, типа, вот, там, гребаный бумер, короче, не хочешь нововведений, там, вся фигня, что-то наешь, но, блин, опять же, если вы внимательно смотрели стрим, то во время стрима у меня мнение-то потихоньку уже ближе к концу демки-то менялось от негативного к положительному, вот, так что посмотрите, пожалуйста, полностью стрим, прежде чем писать мне про то, что, типа, я такой, типа, старпер, который, типа, не хочу нововведений, блин, который, которому все не нравится. Вот, под конец уже даже мне большая часть того, что мне показали, понравилась, вот, и мне уже интересно. Я уже даже более чем хочу увидеть, собственно говоря, ремейк, пусть даже не силами пираней байз, но, тем не менее, это все выглядит очень даже интересно. Ну, вот, в принципе, и все. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok